После того, как незрячему китайскому диссиденту Чэнь Гуанчену удалось покинуть Китай, запросив убежище в американском посольстве в Пекине, нашлись и ещё китайцы, которые также хотят привлечь к решению своих проблем власти США. Семью Ван Чуньмэй насильно выселили из их дома в Доляне в 2008 году. Землю, на которой находилось жилище, забрали под строительство. С тех пор она и семьи её четырёх сестёр пытались добиться справедливости, подавая петиции с прошением разрешить их проблему центральным властям в Пекине. Результата это не принесло, и тогда они решили попробовать обратиться за помощью к представителям американского посольства. Встретиться с ними семья Ван пыталась уже около 30 раз. Недавно старшую сестру Ван Чуньмэй Ван Чуньянь арестовали китайские власти. 30 июня прошлого года женщине удалось встретиться с премьер-министром Вэнь Зябао, когда тот посещал зал ожидания пекинского железнодорожного вокзала. Петиционерка смогла пожать премьеру руку и вручила толстую пачку материалов с прошениями. Вэнь пообещал прочесть. Однако, вопреки ожиданиям, никаких дальнейших улучшений в деле семьи Ван не последовало. А через месяц после встречи с премьером на младшего брата Ван Чуньянь напали представители муниципального управления доляния в Пекине, порвав ему барабанную перепонку. «Муниципальное управление доляния в Пекине сказало, что моя проблема никогда не будет решена, даже если я смогла встретиться с Вэнь Зябао. Они всегда говорят что-то в этом духе, продолжая оказывать на нас давление. Таким образом, у нас нет выбора. Если нам суждено умереть, то мы предпочитаем это сделать перед посольством США». Аналитики говорят, инцидент с семьёй Ван показывает, что многим китайским петиционерам уже некуда идти, и они вынуждены просить помощи у зарубежных властей. «Все больше петиционеров осознают, что пока у власти коммунистическая партия, их жалобы никогда не будут рассмотрены. Поэтому они выбирают другой путь, полностью отказываясь от КПК». Ежегодно миллионы китайцев подают обращения в качестве последней попытки добиться справедливого решения в отношении проблем, с которыми они столкнулись. Часто эти жалобы разоблачают некомпетентность и коррумпированность чиновников на местах. При этом петиционеров часто подвергают жестокому обращению и незаконно арестовывают. Известно, что в Пекине имеются так называемые «черные тюрьмы» – своего рода места заключения, куда помещают приехавших в столицу петиционеров, чтобы они не поднимали шума.